Привет друзья! Сегодня мы рассмотрим примеры использования Excel функций PravSym и LevSym. Какие аргументы они используют и для чего применяются? Друзья, если вам нужно восстановить удаленные данные, воспользуйтесь программами компании Hetman Software. Перейдите на сайт по ссылке из описания, бесплатно скачайте и установите программу. Затем запустите анализ диска. После анализа утилита отобразит файлы, доступные для восстановления и вы сможете их вернуть. В нашем блоге представлены краткие руководства по решению любых проблем, возникающих у пользователей Windows. На нашем канале и в блоге вы найдете решение любого вопроса, начиная от установки системы и заканчивая удаленным администрированием и подключением мобильных устройств. Наши специалисты с радостью ответят на все ваши вопросы в комментариях к роликам или статьям. Эти функции возвращают последний символ или несколько последних символов текстовой строки на основе заданного числа символов слева или справа в зависимости от выбора функции. Давайте рассмотрим синтаксис этих функций. Где текст обязательный параметр, текстовая строка содержащая символы, которые требуется извлечь. Число знаков – необязательный параметр. Количество символов, извлекаемых функцией. Если значение число знаков упущено, оно считается равным единице. Давайте рассмотрим работу этих функций на примере. У меня есть таблица А3, А9, в которой есть фамилии, почта и номер телефона. А мне нужно из нее извлечь только фамилию. Я воспользуюсь функцией левсимф, потому что нужные мне данные находятся в левой части текста. Я ввожу знак равенства левсимф а4 точку с запятой. Теперь мне нужно ввести число знаков. В фамилии Петров 6 знаков, потому я ввожу число 6. Нажимаю ввод и получаю результат. Теперь копирую формулу и вижу, что не все ячейки заполнились правильно. В некоторых не хватает нескольких букв. Для того, чтобы фамилии отображались полностью, я воспользуюсь функцией найти, которая находит местоположение искомого символа в строке. С помощью этой функции я найду местоположение пробела, который даст мне количество знаков для формулы левсимф. Я ввожу знак равенства, найти, в кавычках ввожу пробел и выбираю ячейку А4 в качестве просматриваемого текста. Нажимаю ввод и получаю результат. Копирую формулу. Теперь я подправлю немного формул с функцией левсимф. Заменив аргумент количество знаков, вместо цифры 6, в скобках я введу ячейку C4, где я нашел на каком месте находится первый пробел, и введу минус 1, чтобы формула не возвращала пробелы. Нажимаю ввод и получаю результат. Копирую формулу и все фамилии теперь отображаются полностью. Аналогично работает функция ПРАВСИМ, только она возвращает знаки справа. К примеру, мне нужно извлечь из этих данных телефоны. Я ввожу знак равенства ПРАВСИМ, ячейку А4 в качестве текста, 12 в качестве числа знаков. Нажимаю ввод и получаю результат, только номер телефона. Копирую формулу и вот у меня теперь есть в отдельных ячейках фамилия и номер телефона. Распространенные ошибки. Ошибка имя. Возникает, когда в формуле допущена ошибку. Проверьте формулу. Ошибка значим. Возникает, когда формула ссылается на ячейку с такой же ошибкой. Или когда число знаков меньше нуля. Если число знаков превышает длину текста, функция ЛФСИМ возвращает весь текст. На этом все. Ставьте лайк и подписывайтесь на канал Hetman Software, если данное видео было полезным для вас. Всем спасибо за просмотр. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok